МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие мои друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Медленно вступаем мы с вами в дни золотой осени. Кое-где ее шаги почти не ощущаются. Все еще по-летнему шумит лес, но только птицы умолкают. Словно чувствуют, что скоро-скоро придется расстаться им с насиженными гнездами и влетать на юг, туда, где круглый год светит яркое солнце. А, впрочем, давайте мы с вами отправимся по их небесным тропам в дальние теплые страны. Куда же мы сегодня перенесемся? В Северную Африку. Есть там небольшая страна Тунис. В ней увидим мы много старинных памятников, а также руины древнего города-государства Карфаген. Давным-давно был он разрушен римлянами. Но великие города просто так не умирают. Свое имя передал он целой христианской церкви, которая и называлась Карфагенской. Завтра мы празднуем память ее великого первоиерарха, святителя Киприана. Жил он в III веке по Рождестве Христовом. Происходил из семьи богатых язычников. Получил хорошее образование. А к тому же был наделен талантом оратора. Так что стал знаменитым адвокатом. Купался в роскоши и ни в чем себе не отказывал. А дабы, как считал он, прочнее утвердить свое счастье, решил он обратиться к магии и волшебству. И в этом черном деле ему тоже сопутствовал успех. Казалось, весь мир духов ему безропотно повиновался. Так прожил он почти до 50 лет. Но потом в его душе что-то стало меняться. Светской жизнью он насытился с лихвой. В двери его сердца уже постучались первые вестники старости. Понял он, что молодость-то прошла. Вроде бы и знатен, и богат. А на душе тоска и пустота. Ничего уже не радует. И как раз в эту трудную минуту ему в руки попались христианские книги. Киприан был поражен учением Христа. Как высоко оно, как светло. Сетовал он, сидя в своем роскошном доме. Можно ли вообще исполнить такие заповеди? Ведь это значит стать совершенно иным человеком. Другой бы на его месте только поплакал в подушку, да и вернулся к своим утехам. Но не таков был Киприан. Его душа и вправду захотела веры и чистоты. И вот знаменитый адвокат, а к тому же и чародей, переступил порог дома карфагенского священника. Блудный сын решил возвратиться в дом своего небесного отца. «Есть ли для меня хоть какая-то надежда на спасение?» Застонала над сердечной болей. «Скажи, отче, не отвергни меня!» С такими словами бросился он в ноги изумленного Иерея и поведал ему всю свою беспутную жизнь. Так совершилась его первая исповедь. Священник, как мог, утешил его. Посоветовал внимательно прочесть священное писание. Киприан сделал это в несколько дней, но на этом не остановился. Начал продавать свои имения, кормить сироты нищих, пристраивать бездомных. И что удивительно, его средства таяли на глазах, но это его не печалило. Напротив, в его душе зародилась какая-то тихая радость. Впервые в жизни вкусил он небесной чистоты, и его глаза уже не просыхали от слез умиления. С этими слезами и вошел он в купель крещения. Вышел из нее с лицом просветленным, так что даже священник дивился разительной перемене. Не прошло и года, как Киприан и сам стал священником. А потом, а потом произошло трогательное событие, которое может растопить даже самые черствые сердца. В Карфагене скончался престарелый епископ. Что казалось бы тут особенного, а то, что в один прекрасный день священник Киприан хотел было выйти из своего дома, да не мог. Все входы и выходы были запружены народом. Те самые бедняки, о которых он вчера так усердно заботился, громогласно кричали, «Киприанов епископы!» Весь город пришел в движение, так что даже язычники дивились этому ликованию христиан. Тогда опять слезы небесной радости рассели глаза святого. Не смог он противиться народному выбору. Как сказать «нет»? Как огорчить этих простых и добрых людей? Киприан уступил. Взял на себя бремя епископства и сумоотверженно пронес его до конца своих дней. Вот тогда-то и понадобился ему талант оратора. Сколько ярких проповедей произнес сей святой муж, сколько людей привел он ко Христу и как твердо стоял за правоту веры, за единство церкви. Церковь – это дом Божий, учил он людей. Дом Божий один. И никто не может где-либо спастись, как только в церкви. Авторитет святого Киприана был столь высок, что язычники целыми семьями принимали крещение. Такие вести не могли не тревожить римских императоров. Воздвигли они на христиан лютое гонение. Но святой Киприан не испугался. Сначала укреплял он свою паству посланиями, а затем, затем и сам мужественно принял смерть за Христа. Своему палачу он дал пять золотых монет за работу. «Этот человек посылает мою душу ко Христу», – пояснил он. «Как же мне его не отблагодарить?» Вот какой дивный святой встречает нас завтра в храмах. Почтим же его память добрым сердцем. А теперь мне остается попрощаться с вами. До свидания, мои хорошие. До новых встреч. И да хранит вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok